Гости из Можайска с волнением получают заслуженную награду. Они впервые стали участниками конкурса набросков. Причем ребята специально для него буквально за два месяца освоили акварель. Сделать беглый набросок, передать характер, передать движение, схватить правильно пропорции. И это надо все сделать очень быстро. То есть на большой набросок, который из себя представляет двухфигурную композицию, давалось 20 минут. Конкурс проходит всего второй раз, но его масштабы значительно расширились. Около 111 участников из 15 художественных школ Подмосковья приехали в Одинцовскую ДШИ классика. Целый день ребята делали наброски карандашом и акварелью. Особенно сложно было передать детали национальных костюмов. Мы обратились именно к Народному театру Теремок, а у них же там все очень специфично, у них какая-то там отдельная область. Каждая ленточка должна быть на своем месте. И вот эти ребята к нам пришли из этого Теремка и позировали. То есть это не просто так взяли, одели платье, а платье со смыслом было. В ярких акварельных набросках словно вырваны моменты из жизни. На них герои плачут, разговаривают и танцуют. Очень сложно было нарисовать полного человека, делится впечатлениями София Мельник. А с изображением неодушевленных предметов она справилась легко. Там было много разных птиц, которые даже не знаю названия. Я решила рисовать утку, гуся и чайку, потому что они очень подходили в композицию. На одну птицу нам давалось 10 минут, и мы рисовали каждые по три птицы. По наброску можно определить не только мастерство, но и характер, настроение художника, говорят эксперты. Оценивали ребят педагоги университетов по разным возрастным категориям. Лучшими работами юных художников в течение полутора месяцев можно будет полюбоваться на выставке в Одинцовском историко-краеведческом музее. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.